В конкурсе участвовали 217 организаций, предприятий и учреждений столицы. Наиболее эффективно в этой области работал республиканский противотуберкулезный диспансер. Это учреждение получило переходящий кубок и диплом. На втором месте организация ЖБК номер 9. Третье – у регионального отделения Сбербанка России. Комиссия учитывала не только документальную базу, наглядную агитацию, но и состояние служебного помещения. Кстати, вопросами введения воинского учета сейчас занимаются не только государственные, но и частные компании. Такого рода конкурсы призваны улучшить подготовку граждан к военной службе. От этого зависит и качество призыва.